Дорогие друзья, вы на канале Высоцкая Татьяна. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию приготовление самсы. У меня был в одном из роликов рецепт самсы, но это немножко другая самса. Существует очень много разновидностей. Я хочу предложить один из рецептов. Литр молока, соль для теста и мука. Замешиваем мягкое тесто. Ложка соли. Больше. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замесили мы тесто. Такое оно получилось. Подмесим немножко на столе, как обычно. Скопываем шарик и оставляем на полчаса, чтобы произошлась клейковина. Вот такое тесто мягкое. Чтобы нам дальше нужно будет тонко раскатывать, смазывать сливочным маслом, оттаившим. И оставляем на 20 минут. 20-30 минут. У кого сколько времени. Прошло полчаса. Вот такое тесто у нас получилось. Сейчас будем делить на кусочки его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот на такие шарики. Сейчас будем раскатывать тесто. А это накрываем. И ждут свою очередь. Приступаем. Как я говорила, тесто очень мягкое. Начинаем раскатывать. Раскатываем тонко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Вот такое тесто получилось. Оно тоненькое. Чтоб не рвалось мы его на скалку. Перенесем пока скотерку, чтоб полежало. Сейчас буду раскатывать следующее. Редактор субтитров А.Егорова раскатали три пасты теперь смазываем растопленным сливочным маслом сливочным маслом сливочным маслом даем немножко постоять и будем скатывать начинаем скатывать заправляем края и укладываем на протяжок и убираем в холодильник минут на 40 либо если вы делаете на следующий день тогда можно убрать в морозилку до утра так тесто охладилась я его положила морозилку вот она такое твердая стала пока мы сейчас будем готовить фарш и она немножко подтает как раз таки структура будет такая какая нужно нарезали лук лука полтора килограмма нарезали бараний жир нарезали баранину баранины у нас 500 грамм баранина режется крупными кусочками можно говядину можно курицу кто как любит индейку крупными вот такими кусочками жир нарезается мелко приступаем лук нарезан маленькими кубиками солим и немножко придавливаем лук чтобы он был помягче но слишком сок не выходил соль сделает свое дело будет нежным мягким фаршивый не будет заметно потому что он все соки отдаст блюдо добавляем жиром перемешиваем вместе с луком и со специями специи я беру зру заранее помяли на такой консистенции пошел аромат от зры кто не любит зру можно не добавлять можно добавить кориандр сухой также вы измельчить можно добавить укроп добавляют средний айзи укроп добавляют помидорки болгарский перец кто что любит паприку можно добавить добавляем у меня здесь черный перчик перец черный бросила в мясо сейчас перемешиваем ну да мы будем снимать и лепить снимать все фарш у нас готов хочу поделиться небольшим секретиком по поводу посолки как солить на килограмм фарша 20 грамм соли 20 грамм соли это не полная столовая ложка без горки никогда не пересолите фарш приступаем к тесту нарезаем вот такими кусочками раскатываем самса форму будет как из тандыра катаем с одной стороны не переворачивая чтобы не нарушить слои быстро и просто лепка здесь простая так самсу в средней азии лепят и укладывают в тандыр вот такая самса видно слои при выпечке они еще раскроются показываю еще раз мы не переворачиваем тесто катаем с одной стороны прокатываем фарша сюда много ложим она будет сочная сок будет течь и залепляем и перевернули видно слои сейчас не очень выражены но при выпечке они откроются и 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 вот такая самса у нас получилось приятного аппетита пробуйте